Санкции увели в нас против некоторых физических лиц, которые, по мнению тех, кто вводил санкции, ведут себя нехорошо по отношению к российскому народу. И санкции увели против тех компаний, государственных тех, которые, по мнению западных стран, тоже ведут себя нехорошо по отношению к товаропроизводителям в России. Повышают им налоги, цены. Вот возьмите Газпром. Он же газ мне не ведет еще с 1985 года, хотя обещал. То есть не делают. Давайте возьмем Роснефть, Сечина и других людей. Сечин не хочет, чтобы я имел доступное дизельное топливо по нормальной цене. Сечин хочет каждый день получать 3 миллиона рублей зарплату. Если есть такие люди в России, которые себе начисляют зарплату 3 миллиона рублей, то это не что иное, как культура жлобства. Это люди абсолютно нездоровые по всему, потому что именно такие действия и приведут к терпению, может быть, закончиться. Вот тогда да, тогда такое может быть. Но это от действий таких людей неправильных. Неразумные действия называются, что приводит к неразумной экономике, неразумной политике и тому подобное. Но, знаете, вот идет, вот видите, так бы тасуют их, да, вот Путин переставляет. С одного места на другое, с другого на третье. И я думаю, что в лопнувший пакет вчерашний мусор не надо насыпать, он все равно высыпется. Нам нужны сегодня новые люди России. Нам нужен на поле он. На поле он. Вот поле и вот он. И 26 маршалов экономики. Нам нужен хотя бы один доктор экономики на всю Россию, который может поставить клизму нашей больной экономики и вылечить ее. Если этого нету, то значит мы как раз те, кто заряжал банки перед телевизором.